МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. Привет! Это снова я, Кирилл. Мне понравилось участвовать в проекте. И вот я тут. Если помните, я из Ханты-Мальсийска. Люблю ходить в библиотеку. Вырасту и будете читать мои книги. Вот вам, пожалуйста, Тимур. А вот его команда. Виртуальная сдача виртуальной книги. Я тут сценарий написал. Вот, зацените. Что бы я сделал, если бы я стал крутым аэтишником-разработчиком? Я бы в первую очередь навел порядок на дорогах. Ну, вообще-то, я хотел начать с библиотеки. Ну, до нее надо ведь дойти. Айтишно. Что в переводе логично. Ну, вот я иду, 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 и вижу, что бабушка дорогу переходит. И не успевает. А я раз навел телефон на светофон. Зеленый свет держится. И бабушка спокойно переходит. Бабушка-то оказалась в прошлом тетей Ириной балериной. А про балет откуда взял? А у меня суперсканер в телефоне, который считал ее всю биографию. Год рождения, имя, хобби. Балет на признакомстве. То же самое забрел. Вот иду я дальше, а навстречу мне нарушитель. Да не ты. Ты в этом году еще ни разу правила не нарушал. И не перебегал в неположенном месте. Фу. И зачем я придумал эту серию? Спал бы себе спокойно. А в прошлом году перебежал на краску. Одной машины не было. Ты что, уже реально что-то разработал? Откуда ты знаешь? Да я пошутил. А я поверил и чуть не признался. Ой, перемотайте эту сцену. А еще я изобрету умный светофор. Стоишь ты под светофором. Только ногу заносишь, чтобы быстро газонуть. На ту сторону, на желтой. А тебе сверху... Степан, стоять. Руки ровно. Ноги в ботман-тендю. И стоять, да зеленый. Ты покраснеешь. А из светофора голос бабушки. Ну, я тебе покажу правила нарушать. Не буду сегодня блинчики печь. Да как ты играешь? Быстрее, чем я пишу. Айтишник должен быстро соображать. Сегодня фантастика, а завтра и реальность. В телевизоре моя бабушка тоже не верила. В итоге я решила учить физику, информатику и математику. И развивать себя в разных направлениях. Начну с роботехники. За мной. Каждая история – это чья-то идея. Что мы покажем сегодня, зависит от автора, который прислал свою идею и снялся в нашем сериале. Привет. Меня зовут Георгий. Я из Ханты-Мансийска. Люблю свой город. Хочу стать айтишником. Ну, и еще придумать придумки всякие разные. Так, все. Снимаем? Камера работает? Ага, я все вижу. Я вижу. Вот стоит молоко. Я навел телефон, и там бум, и сразу дядя Вася. Хороший человек. А это кто мочит? А это Зорька. Корова, которая молоком угощает. Вот. Ввиду все производители. А это что за мурзик? А это кот. Он ферму от мышей охраняет. И что это? Я придумала программу по распознанию производителей. А если я телефон еще вот как-то вот так напачку с молоком наведу, то бабушка мне прямо в молоке скажет. Пантахрей. А почему бабушки? Потому что я разработчик. Я хочу, чтобы звучал голос моей бабушки. А что ты еще придумаешь? А вот тут в холодильнике конфетки лежат. Прям смотрят на меня. Вкусненькие. Так и просится в рот. Сразу все пять. Натела, голубчик, съешь, как куриный зубчик. Руки с мылом помыл, уроки сделал. Почему двойка по альбре? Придумал на свою голову умный холодильник. Ты зачем бабушку в холодильнике запил? Да это не я, это мы и программу туда ее внедрили. В итоге я понял, что за IT-технологиями будущее. Если, конечно, применять их правильно. Поэтому я пошел записываться на курсы программирования. В итоге не важно, где ты живешь и есть ли у тебя опыт. Важно, что ты очень хочешь сняться в сериале. Напиши нам. Мы приедем. И в итоге ты снимешься. И в итоге не важно, есть ли у тебя опыт писателя. Важно, что у тебя есть идея. И в итоге мы поможем тебе написать следующую серию. Когда заканчивается учебный год, мои друзья разъезжаются, улетают. Кто куда. КОНЕЦ КОНЕЦ